красивое неравенство дуба для этого момента супремума супер мартингала последний результат такой для напоминания которым вы говорили это было такое следствие что вот если xn это мартингал такой что вот такой супремум супремум математических ожиданий супремум норма lp можно конечно через математическое ожидание выписывать но эти напишем прямом норм xn p конечен естественно предполагается чтобы меньше единицы больше единицы и меньше плюс бесконечности то тогда то тогда вот такая последовательность модуль xn будет удовлетворять условиям предыдущей теоремы и в этом случае существует такая случайная величина из lp тогда существует из lp такая что наш мартингал xn есть просто мартингал леви и то есть условная мат ожидания y при условии fn ну и естественно что xn сходится к можно считать что y в свою очередь принадлежит сигма алгебре в бесконечность бесконечность измерима и тогда у нас будет xn сходимость к игреку почти наверное кроме того нетрудно понять что в этом случае модуль xn не превзойдет просто y нет не хорошо я пишу модуль y и соответственно мы получим что y это суммируемая мажоранта для в этой степени если взять значит получим сходимость в лп что и в лп и в лп вот так что тем самым вот это вот условие вполне естественное дает не только дает дополнение дополнительную информацию о сходимости в лп на этом сектор так сказать параграф относящийся к сходимости в лп заканчивается и переходим к новому параграфу который будет называться случайная замена времени в счетном случае мы уже рассматривали ситуацию когда у нас есть конечный суп или супер маркингал и мы устраиваем такую случайную замену времени и выяснили что свойства маркингальности сохраняется при этой случайной замене времени вот теперь посмотрим что будет если наша последовательность бесконечно будут предложены достаточные условия для того чтобы аналогичное свойство было применимо и в этом случае начни так замена случайная замена времени в счетном случае с черном случае значит что у нас будет какая ситуация будет рассмотрена начнут как обычно xn fn это у нас стахастический базис но при этом предполагается что это супер маркингал супер маркингал дальше теперь уже n принадлежит n большому вот ну и значит когда мы обсуждали вопрос о случайной замене времени с конечным числом случайных величин тем не менее было понятно что все сводится к рассмотрению двух случайных моментов времени если для двух свойства маркингальности или в данном случае супер маркингальности сохраняется но тогда и для всей последовательности будет это понятно да так что вот будем рассматривать два после значит момента времени сигма непревосходящие то два момента времени но теперь уже в принципе они могут иметь не обязательно конечные мы не предполагаем что они конечно так что в принципе допускаются и бесконечное значение сейчас будет понятно что как будет определяться случайная величина x-тау скажем или x-сигма x-сигма вот предполагается что выполнено такое условие выполнено такое условие что существует y из l1 так такое что x-сигма больше либо равно условно вам от ожидания у при условии fn для каждого н почти наверное естественно почти наверно вот ну смотрите смысл этого условия значит давайте это условие как-нибудь обозначим пусть это будет условие звездочка это условие звездочка смысл этого условия значит давайте распишем наш супер маркингал представим его в таком виде xn минус вот это условное мат ожидания y при условии fn так плюс вот это условное мат ожидания тем самым получили две последовательности первая точнее вторая последовательность которую мы рассматриваем первый значит это маркингал ливий да это же маркингал такие условные мат ожидания относительно возрастающего семейства сигмалгеб это маркингал и более того маркингал такого вида всегда равномерно интегрируемый который равномерно интегрируем подсказку y предполагается естественно интегрируемой величиной теперь а что можно сказать про вот эту вещь про эту вещь значит понятно значит что нетрудно проверить что это будет супер маркингал который не отрицательный так как xn супер маркингал а эта часть будет давать равенство то мы получим неотрицательный супер маркингал вот ну и значит по одной из предыдущих теорем одной предыдущих теорем значит что у нас будет происходить точнее по нескольким во первых это при n стремящемся в бесконечность будет сходиться к некоторой случайной величине так существует предел почти наверное и в ладин и это тоже будет сходиться к некоторой случайной величине и тоже почти наверное и в ладин ну причем здесь какая будет здесь случайная величина но давайте мы можем и грек взять таким образом сейчас ну да нет будет значит можно написать так давайте так напишем вот этот самый xn будет сходиться будет сходиться к некоторые случайные величине x волной которая будет интегрируема естественно и которая будет измерима относительно сигма алгебра и в бесконечность и в бесконечность измеримы ну а раз так то что у нас будет тогда у нас будет вот давайте это вот обозначим как-нибудь xn с волной вот он xn с волной у нас будет сходиться почти наверное в ладин вот к предельной величине но значит тем самым и xn будет у нас сходиться и к более того мы получим всяческие хорошие свойства будет равномерно интегрируем естественно в этом случае вот ну вот и можно главное даже не то что он нет значит вот это будет равномерно интегрируема здесь я не буду утверждать что равномерно интегрируем но главное чтобы бы его можно продолжить до супер маркингала добавив величину вот эту самую x волной как и до бесконечность значит вот можно будет вот запишем следующее что можно продолжить иксен до супер маркингала xn fn теперь уже n принадлежит n объединенная с точкой бесконечность в качестве x бесконечность берется вот эта самая x волной так что вот вот что нам нужно будет нам нужно вот ну хорошо ну и теперь понятно следующее значит что мы хотим доказать значит мы хотим доказать мы хотим до первых так во первых про вот этот маркингал то что его можно продолжить на вот такое множество индексов это понятно вот здесь тоже есть сходимость и сходимость будет к условному математическому ожиданию и грека по отношению к и в бесконечность значит вот это случайно величину можно взять как в качестве величины соответствующей точки бесконечность для вот этого маркингала очень хорошо значит теперь как определяется x сигма ну и аналогично x tau давайте вспомним x сигма у нас определяется а спасибо x сигма у нас определяется как сумма x н на индикатор того что сигма равно н да по н от единицы до бесконечности ну и плюс значит в точке бесконечность надо естественно взять значение вот этой самой предельной случайной величины так ведь значит давайте ее обозначим x бесконечность на индикатор того что tau равно плюс бесконечности вот 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 здесь сигма да вот но на самом деле на самом деле значит давайте сделаем следующее давайте то есть казалось бы что так нужно действовать но давайте все таки вот здесь возьмем ноль давайте возьмем ноль так что вот это зачеркнем вот это зачеркнем определим вот это x сигма вот так то есть другими словами x сигма равно нулю если сигма равно плюс бесконечности вот так вот вот так нет нет все таки я не прав я не прав нет все таки я не прав так так давайте оставим так как есть оставим так как есть так что получаем что в случае то у равно бесконечности это есть x бесконечности естественно плюс вот так так хорошо ну вот теперь следующее нас интересуют две случайные величины x сигма она будет f сигма измерима это всегда так x tau f tau вот это пара и нам нужно проверить что это пара субмаркингальная вот но для этой проверки смотрите достаточно проверить отдельно для двух последовательностей для двух случаев для этой и для этой если мы для каждой сможем это проверить то для суммы это тоже будет выполняться это понятно потому что здесь у нас есть аддитивность вот значит два случая будем рассматривать случай а случай а ну давайте сформулируем теорему наверное вот давайте сформулируем теорему значит теорема 1 сегодня предположим что выполнила звездочка условия звездочки для нашего супер мартингала как обычно да как обычно f сигма f сигма определяется как обычно для момента остановки f сигма значит что же такое это множество тех а из f да для которых у нас вот это самое а пересеченное с сигма меньше либо равно n принадлежит f n для всякого n это вот то определение которое стандартное вот значит предполагаем что выполнено условие звездочка вот тогда величины x tau x сигма x tau интегрируемы ну и вот выполнено супер мартингальное неравенство и x сигма больше либо равно условного математического ожидания x tau при условии f сигма ну вот вот и 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 Значит, как я уже объяснил, для доказательства теоремы, для проверки этого соотношения, мы можем отдельно рассматривать две последовательности. Значит, в пункте А что мы предполагаем? Вот мы предполагаем, что наш… Там x-сигма и x-тау должны быть интегрированы. А я написал x-сигма… Ну, это я так тау, наверное, написал. Да, это, конечно… Это тау. Ясно. 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 Ну, вот, смотрите. Значит, понятно совершенно, что мы можем, ведь y в качестве y взять ту случайную величину, куда сходится. Сейчас, как тут лучше это сделать? Мы можем заменить y на вот это условное мат ожидания и считать с самого начала, что она в бесконечность измерима. Ничего не изменится в этом равенстве. Кроме того, что… Что у нас будет происходить? xn… Я хочу свести все к случаю, что предельная величина вот у первого нашего супер-мартингала, что она равна просто нулю. По-моему, это можно сделать. Сейчас. Да. Значит, вот можно считать, что случай а. xn – это супер-мартингал, неотрицательный, и x-бесконечность равна нулю. И x-бесконечность равна нулю. Вот это первый случай. xN – почему мы можем так считать, или это значит, потом в дальнейшем с этим следом? xN – это же… xN – это супер-мартингалы даже… Мартингал, он сходится к предельной величине. Значит, мы можем эту предельную величину поставить вместо условного матожидания. И в результате мы и получим, что… А, нет, мы можем… Как тут лучше сказать? Супер-мартингал, вот я поставил этот матожидание… Мы можем вычесть из двух. Мы можем взять разность. xN – x волной, минус условное матожидание x волной, относительно fN, и прибавить его в правую часть, тоже вычесть… И вычесть, вернее, из правой части. И равенство… Неравенство сохранится, а при этом предельная величина будет равна уже нулю. Так что здесь не будет… Я не вижу здесь никаких проблем. У супер-мартингалла последовательность матожиданий, она возрастает или убывает? Она… Последовательность матожиданий, смотрите. Последовательность матожиданий убывает, естественно. Да, она убывает, и поэтому мы можем предельную величину вычесть, и все будет нормально. Хорошо. Значит, что можно заметить? Значит, смотрите. Во-первых, понятно, что нужно использовать предыдущий результат для конечных моментов остановки. Значит, поэтому нужно их урезать. Значит, вот вводим σK – это минимум из σ и K, и τK – это, соответственно, минимум из τ и K. То есть это уже ограниченные моменты остановки, но при этом неравенство между ними сохраняется. Ясно, что σK не превосходит τK. Вот. Это раз. Во-вторых, что можно еще сказать? Значит, что в силу предыдущего, если применить предыдущую теорему о конечных моментах остановки, мы получим, что вот такие случайные величины икс σK и х τK, они удовлетворяют супермартингальному свойству. И стало быть, математическое ожидание икс σK, точнее, икс τK, в данном случае лучше написать так, икс τK не превосходит математического ожидания икс 1. Просто я применяю супермартингальное неравенство к двум моментам остановки. Один, который не превосходит ТАУКА. Это понятно, да? Значит, они у нас больше либо равны единице всегда. Значит, я могу взять два момента остановки, они оба конечные, применяю и получаю вот супермартингальное неравенство, только уже даже для математических ожиданий. Это как раз соответствует вашему вопросу. Ну, хорошо. А раз так, то поскольку наша последовательность неотрицательна, то из этого неравенства в силу Лем и Фату вытекает, что смотрите, икс ТАУКА, очевидным образом, это и есть предел икс ТАУКА при К, стремящемся в бесконечность. Это понятно или нет? Потому что смотрите, икс ТАУКА, смотрите, икс ТАУКА, это и есть сумма, икс Ж на индикатор ТАУКА не превосходит Ж, да, сейчас, нет, ТАУКА, ТАУКА равно Ж, ТАУКА равно Ж, по всем Ж от единицы до бесконечности, но ТАУКА не превосходит К, и значит, на самом деле, это конечная сумма, сумма по Ж от единицы до К, икс Ж на индикатор ТАУ равно Ж. А икс ТАУ, давайте напишем здесь, икс ТАУ равно вот такой сумме, по Ж от единицы до бесконечности, икс Ж на индикатор ТАУ равно Ж. Ну и понятно, что эта сумма, раз у нас икс Ж не отрицательна, это монотонно возрастающая последовательность, вот эта, и входящаяся к этому ряду. Мы в итоге считаем, что в бесконечности она ноль? Да, 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 в бесконечности ноль. Бесконечности ноль. Сходимость, в смысле, поточечная? Сходимость почти, наверное, поточечная, да. Сходимость почти, наверное. Вот. Значит, вот у нас есть такой предел почти, наверное, у нас есть такое неравенство для мат-ожиданий. Значит, по лемме фату, что она нам дает? Она нам дает, что математическое ожидание предела, то есть икс ТАУ, математическое ожидание икс ТАУ, мат-ожидание нижнего предела, у нас есть просто предел, не превосходит пределы математических ожиданий. Екс ТАУК, а это не превосходит Екс 1. И это меньше бесконечности. Тем самым получаем интегрируемость X-TAU. Ну и ясно, что ровно такие же соображения применимы к Сигма, так что эти величины действительно интегрируемы. Это уже хорошо, мы можем работать с условными мат-ожиданиями. То есть, на самом деле, первое неравенство – это равенство? Нет, это уже не равенство. Вот здесь равенство, здесь нет. Это мат-ожидание от нижнего предела, лема-фату. Мат-ожидание нижней пределы, значит, лема-фату, что нижний предел интегралов больше либо равен интегралы от нижнего предела. В нашем случае нижний предел – просто предел, раз он есть. Значит, вот мат-ожидание от этого меньше либо равно предела нижнего предела мат-ожидания. То есть, предела… Формально я должен был бы написать здесь нижний предел, но это не важно. Значит, итак, вывод X tau X sigma интегрируем. Значит, это первое, что нам нужно. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Ну, теперь, значит, мы хотим проверять то неравенство. А для проверки этого неравенства достаточно что сделать? Достаточно взять А из X tau, множество, из сигма алгебры, только F tau. Вот, и проверить, что интеграл по А... X sigma dp больше либо равно интеграла X tau oa dp. Вот, что нам нужно проверять. Это эквивалентно тому, что написано там. Ну, хорошо. Давайте заметим следующее. Вот, для множества... Вопрос? Нет? Значит, для такого множества из F tau верно следующее, что А, пересеченное с tau меньше либо равно k, лежит в F tau k. Вот это надо проверять. Ну, действительно, смотрите. Значит, что нужно сделать для того, чтобы убедиться в этом? Нужно пересечь это событие tau меньше либо равно k. Нужно пересечь с событием tau k меньше либо равно n и проверить, что это принадлежит Fn для любого n. Так ведь? Вот. Ну, смотрите. Давайте рассмотрим два случая. k меньше либо равно n, да? k меньше либо равно n, и k больше n. Что происходит при k меньше либо равном n? При k меньше либо равном n... Вот это событие... Это ведь, значит, что там минимум из tau и k должно быть не превосходить r. Значит, ну k раз меньше n, это само собой. Значит, то же самое, что tau меньше n. Это tau меньше либо равно n. Так? Вот. Ну, а тогда... Нет, что-то... Нет, что-то... Нет, что-то... Ну, как нет? Ну, как? То есть, тк-то никогда не бывает больше, чем k. Почему? Ну, тк-то никогда не бывает больше, чем k. А tau бывает больше, чем... Ну, так поэтому и остается. Ну, смотрите. tau k меньше либо... tau k не превосходит n. Это событие, что минимум из tau и k не превосходит n. Но k меньше n, мы взяли, k меньше n. Значит, остается, что tau должно быть меньше n. Ну, хорошо. Это значит, что или tau меньше n, или k меньше n. Значит, это есть объединение двух событий. Так ведь, да? Тау меньше либо равно n, объединенное с k меньше либо равно n. А, ну, а это и достоверное событие. Значит, это просто омега получается. Ну, конечно. Да, 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 да. Так что это просто омега. Это просто омега. Так что это... Тем самым это все получается, что это есть а, пересеченное с tau меньше либо равно k, а это лежит в fk. А раз k меньше либо равно n, то это есть часть fn. Так что все в порядке. Это случай k меньше либо равно n. Теперь k больше n. В этом случае событие k меньше либо равно n – это уже будет пустое множество. Так? И останется... Значит, вот я... Тау меньше либо равно n. И тем самым тогда здесь получится а, пересеченное с tau меньше либо равно k. И опять-таки пересеченное с tau меньше либо равно n. Так? Вот это вот множество. Вот. Ну и что же? Теперь уже k больше n, да? Теперь уже мы в случае k больше n. Значит, теперь уже... Если tau меньше либо равно n, то оно сюда. Значит, тем самым это то же самое, что в этом случае, что а, пересеченное с tau меньше либо равно k, ну и... Ну и... Меньше равно n. Мы доводим на tau два условия. Меньше k и... Да, меньше либо равно n. Да, меньше-меньшего. Да. Ну и опять-таки... теперь сразу видно что лежит в фн по определению так что все-все-все в порядке так ну хорошо ну и тогда что же можно написать смотрите тогда можно написать следующее я теперь сотру это можно стереть нет пока не надо да давайте я могу вот здесь написать тогда можно написать вот что что интеграл от x сигма к дп по множеству по пересеченные с сигма меньше либо равно к так значит все таки давайте так сделаем понятно что если я заменю тауна сигма то результат останется таким же то есть значит если я возьму а из f сигма так то тогда события а пересеченная с сигма меньше либо равно к будет лежать в f сигма к просто я заменил тауна сигма мне удобнее будет чтобы это соответствовало моим записям вот ну и вот теперь где а пересеченная с сигмой до сигма меньше либо равно к вот это ровно то же самое только с заменой тауна сигма теперь вот я беру рассматриваю такой интеграл и он будет больше либо равен интеграл и он будет больше либо равен интеграла по а пересеченные сигма сигма меньше либо равно к и к стал к дп это просто применение предыдущего результата для конечных моментов моментов остановки моментов остановки ну а это больше либо равно сейчас я напишу и мы проверим а пересеченная стал меньше либо равно к дп почему это так смотрите дело в том что на множестве то уменьши либо равно к если это выполнено так то тогда сигма тоже меньше либо равно к это правильно потому что сигма меньше либо равно тауна так значит вот это событие вложено вот в это событие отсюда вытекает это значит если я заменю более широкое событие на более узкое то интеграл поскольку наши величины не отрицательны может только уменьшиться получаем такое неравенство теперь смотрите дальше на множестве сигма меньше либо равно к сигма к сигма это одно и то же значит x сигма к то и вот здесь я могу заменить на x сигма я сотру а вы перепишите а теперь то же самое действует и для вот этого интеграла то есть таука на множестве где-то уменьши либо равно к это тау стало быть здесь и к стал и значит вот теперь можно вот это вот убрать средние мы приходим к вот такому неравенству какие-то преимущества доски я могу использовать значит еще раз повторяю на множестве сигма меньше либо равно к сигма к это сигма поэтому x сигма к и x сигма это одно и то же поэтому левый интеграл в предыдущем неравенстве превращается вот в эту это выражение право и вот в это и мы получаем вот такое неравенство хорошо теперь что дальше мы уже почти уже почти почти все что нам нужно вот а ну теперь смотрите посмотрите куда мы должны так прибыть вот мы должны получить вот то неравенство а то что здесь написано очень похоже только здесь присутствует к ну давайте кау стремим к бесконечности что у нас получится мы знаем теперь что величины интегрируемые значит здесь у нас расширяющиеся семейство множеств будет слева и справа так но значит соответственно интегралы будут иметь пределами в пределе мы получим слева а пересеченное событием сигма меньше бесконечности справа а пересеченная стал меньше бесконечности значит тем самым давайте в этот раз я перепишу чтобы вас не смущать что отсюда следует переходим к пределу значит вот у нас здесь получается интеграл а пересеченное событием сигмы меньше бесконечности x сигма дп больше либо равно интеграл а пересеченная стал меньше бесконечности x то у дп ну а теперь замечаем что на множестве то у равно плюс бесконечности x то у равно нулю и на множестве сигма равно плюс бесконечности x сигма равно нулю поэтому я могу добавить сюда эти множество на которых случайная величина равна нулю и неравенство сохранится значит в результате вот благодаря вот этому мы получаем что интеграл по а x сигма дп больше либо равен интеграла по x то у дп а а это как раз там я написал а из фтау на самом деле значит я там ошибся ли из фсигма конечно должно быть да из фсигма справьте пожалуйста а это и дает нам то что нужно что x сигма больше либо равно тем самым утверждение доказано для первого для первой последовательности теперь для второй последовательности все будет даже немножко проще и очень похоже пункт b рассмотрим вторую последовательность значит в этом случае x н это условная мат ожидания y при условии fn а y это просто наша x бесконечность это предел x н и x н равномерно интегрируемый мартингал почти наверное в или один так что тут все вот в этом случае ясно что не нужно доказывать неравенство нужно доказывать равенство просто-напросто ну вот давайте докажем следующее докажем что в этом случае x то скажем это условная мат ожидания y при условии f тау отсюда все будет следовать так это логично ожидать что для играют этого самого мартингала леви когда мы делаем случайную замену времени мы вот должны в качестве аналога вот этого соотношения получить вот такое ну как почему отсюда все будет следовать но смотрите значит тем самым у нас пишем x сигма равно условному мат ожидания y при условии f сигма так ну а это я могу записать как условная мат ожидания от условного мат ожидания y при условии f tau при условии f сигма правильно вот ну и смотрите если у нас такое уже доказано то это то же самое что условное мат ожидания x x стал при условии f сигма но это и есть сохранение мартингального свойства при случайной замене времени так что вот из вот этого все будет следовать ну хорошо вопрос пожалуйста мы доказали это равенство и нет еще не доказали я хочу да я сказал что если мы докажем это будем доказывать вот это равенство из него следует то что нам нужно вот что x сигма получается что есть что у нас сохраняется мартингальное свойство для после случайной замены времени ну хорошо пусть а принадлежит f сигма вот смотрите чтобы проверить это равенство достаточно убедиться в том по аналогии с тем что интеграл а x сигма дп совпадает с интегралом в данном случае уже равенство будет x tau дп вот но теперь заметим еще такую вещь что на множестве сигма равно бесконечности икс сигма равно икс бесконечности так ведь у нас равно и грек поэтому смотрите значит у нас и а больше либо равно сигма сигма меньше либо равно тау значит тем самым икс тау тоже равно без и греку так ну и значит достаточно проверять это равенство на а пересеченное с событием сигма меньше бесконечности и здесь тоже можно добавить сигма меньше бесконечности потому что на добавленном множестве такие интегралы на том множестве которого я отбросил там интегралы очевидным образом будут равны значит вот такое такое равенство надо устанавливать это практически тем же самым образом доказывается вот поскольку уже все подготовлено значит вот это событие а пересеченное сигма меньше либо равно к лежит в ф ф ф сегма к это мы уже проверяли вот это ровно с счетом та проверка которая уже была она годится и в этом случае ну а тогда применяя предыдущую теорему для конечных моментов времени мы получаем такую вещь что интеграл по а пересеченное с событием сигма меньше либо равно к x сигма к равно интегралу а пересеченное с сигма меньше сигма к здесь везде должно быть нет нет все правильно сигма сигма меньше либо равно к x стал к дп потому что x сигма к и сиг икста у к это в мартингалу и значит такие интегралы должны совпадать если множество принадлежит меньшей сигма алгебре то есть ф сигма к раз она туда попадает значит мы получаем такое равенство теперь дальше заметим следующее что на множестве сигма меньше либо равно к здесь дп сигма x сигма к и x сигма одно и то же значит вот этот интеграл он равен интегралу а пересеченному сигма меньше либо равно к икс сигма дп правильно икс сигма дп а а вот что надо сделать смотрите здесь я неправильно сделал здесь нужно применять вот давайте давайте так да вот что надо сделать это я сотру нет 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 сейчас осталось буквально 1-2 минуты смотрите давайте вот здесь заменим напишем икс к то есть другими словами рассмотрим два момента времени сигма к ик они же связаны таким условием правильно поэтому мартингальное равенство я могу предыдущую теорему могу применить к этим двум моментам времени сигма к ик ик а у нас откуда дело в том что вот это множество оно из сигма алгебра ф сигма к значит тем самым все в порядке это меньшая сигма алгебра ф сигма к ф сигма к вложена в fk очевидным образом в силу вот этого неравенства вот а вот теперь смотрите значит я знаю что икс к это ведь условная мат ожидания игрек при условии там что то значит я могу написать вот этот про вот этот последний интеграл я могу написать что это то же самое что интеграл а пересеченные сигма меньше либо равно к от игрек дп потому что ну понятно что это сигма просто в силу того что в силу того что икс к то это условная мат ожидания игрек при условии fk вот 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 а события по которому мы интегрируем оно вложено в fk ну хорошо ну и теперь осталось что сделать осталось заметить что вот здесь вот сигма к как я уже говорил совпадает с сигмой так значит мы получили вот такое неравенство сейчас я его здесь выпишу и икс сигма по а вот этому получили точнее не равенство равенство что совпадает вот таким интегралом си сигма меньше либо равно к игрек дп и это верно для любого к вот но теперь уже у нас в нашем распоряжении нет не отрицательности но есть равномерная интегрируемость вот а ну собственно даже она нам не нужна нам нужно только интегрируемость этих величин мы уже проверили что икс сигма интегрируема значит приказ стремящимся в бесконечность что будет происходить приказ стремящимся в бесконечность просто из интегрируемости будет вытекать что левый интеграл будет сходиться к интегралу по а пересеченному сигма меньше бесконечность так икс сигма дп а правый интеграл будет сходиться к а пересеченная сигма меньше бесконечности игрек дп вот ну и получим равенство в пределе вот а если мы получили такое равенство то мы знаем что на множестве сигма равно плюс бесконечности икс сигма равно и греку значит получаем что получаем что верно следующее мы получили следующее что для любого а из ф сигма интеграл по а икс сигма дп совпадает с интегралом игрек дп по а все это означает что икс сигма равно условному математическому ожиданию игрек относительно икс сигма вот ну значит то же самое верное и для икс тау и дальше все получается вот теорема доказана теорема доказана пусть икс н это равномерно интегрируемый маркингал так вот пусть икс бесконечность это вот предел икс н который существует почти наверное в или один ну и пусть тау это момент остановки вот ну тогда тогда что у нас тогда икс тау интегрируемая и икс тау равно условному математическому ожиданию икс бесконечность относительно икс тау для момента остановки естественно что в этом случае икс бесконечность но не икс бесконечность а икс тау равняется икс бесконечность на множестве на множестве где тау равно бесконечности вот ну это по сути доказательство пункта b было все сделано там у нас был как раз маркингал леви но так можно считать что наш равномерно интегрируемый маркингал в точности такого вида а мы доказывали как раз вот эту формулу вот так что здесь доказывать нечего это следствие вот это следствие вот ну и второе следствие которое вытекает из вот этого что если второе это следствие 1 а это будет следствие 2 если икс равномерно интегрируемый маркингал так а вот т большое это система какая-то произвольная семейство моментов остановки тау тау момент остановки вот то тогда семейство х тау тау принадлежит вот этому т равномерно интегрируемо вот можно считать что это семейство всех мыслимых моментов остановки вот ну откуда это вытекает это вытекает вот откуда вытекает из вот этого равенства значит дело в том что икс тау это условное математическое ожидание икс бесконечность относительно f тау ну так а семейство сигма алгебр f тау вот тау принадлежит т большому это есть подмножество семейство всех под сигма алгебр сигма алгебры f я уж не знаю как обозначить ну вот понятно давайте напишем здесь все под сигма алгебры f вот ну а мы знаем что если мы рассмотрим всевозможные условные мат ожидания по отношению к этому семейству была такая задача по-моему я вам давал а может быть даже мы и обсуждали что такое семейство равномерно интегрируем если более широкое семейство равномерно интегрируем это тоже так что вот такое следствие ну вот на этом разговор о случайной замене времени заканчивается и мы переходим к некоторым новым приложениям мартингальной техники скажем так значит первое приложение вот сейчас связано с законом нуля единицы калмагорова значит приложение продолжение у нас уже были к некоторые приложения вот новая серия приложений значит в этой серии первое приложение это закон нуля единицы калмагорова о чем он говорит закон нуля единицы калмагорова говорит следующее что если xn это последовательность независимых одинаково распределить сейчас последовательность независимых случайных величин одинаковой распределенности никакой не нужно независимые случайные величины вот рассмотрим такую последовательность рассмотрим так то что называется такая хвостовая или остаточная сигма алгебра значит вот давайте введем такие обозначения пусть ен это сигма алгебра порожденная величинами x1 и xn так а fn fn бесконечность это сигма алгебра порожденная величинами xn xn плюс 1 и так далее до бесконечности такой хвост ну и сигма алгебра f бесконечность это пересечение сигма алгебра fn бесконечность по n от единицы до бесконечности вот значит это вот такие обозначения так вот тогда сигма алгебра сигма алгебра вот в этом при случае когда сигма алгебра можно определить для любой последовательности вообще без всякого предположения о независимости и так далее это естественные такие потоки сигма алгебр один будет возрастающий другой убывающий связанные со случайными величинами так вот тогда а закон 0 1 утверждает следующее что в случае когда величины независимы сигма алгебра f бесконечность тривиально что это означает это означает что для любого а из f бесконечность p от а равно или нулю или единиц нет промежуточных значений вот это очень важный факт потому что вот это сигма алгебра содержит массу интересных событий связанных с асимптотическим поведением последовательности xn на бесконечность ну например например события состоящее в том что верхний предел xn меньше бесконечности понятно что это событие не входит в любую сигма алгебру fn бесконечность потому что величина верхнего предела никоим образом не связана с первыми случайными величинами значит это событие принадлежит всем fn бесконечности значит оно принадлежит f бесконечности значит в случае независимых величин вы сразу можете сказать что вероятность этого события или 0 или 1 нет промежуточных значений значит если вы каким-то образом проверили что она меньше единицы значит это 0 значит вероятностью или на вот а если вы проверили что она больше нуля то значит она равна единице этой вероятности ну и таких событий множество скажем то что сходится ряд то же самое сходимость ряда определяется не зависит от величин первых n случайных величин каким бы н ни было значит это событие лежит в сигма алгебре fn бесконечность для любого n значит она лежит в f бесконечность вот ну и там например если вы возьмете скажем какие-то выражения связанные с законом больших чисел и cn это первая n сумма то вопрос сходимости существования предела то же самое вероятность или ноль или единица существования предела и так далее таких событий можно придумать множество так что вот это вот такой красивый факт но его можно доказывать разными способами вот сейчас посмотрим как это доказывается с помощью мартингальной техники доказательства ну вот пусть а преднадлежит f бесконечность и пусть возьмем в качестве ну какое обозначение пусть y y это индикатор множества а так вот ну и тогда что же значит если мы рассмотрим мартингал вот такой y при условии fn при условии е так вот такой мартингал то он будет благополучно сходиться почти наверное и в или один в данном случае наверное почти наверное нам хватит к как раз как раз будет сходиться просто к y вот это понятно то есть теорема сходимости это мартингал леви он равномерно интегрируемый значит он обязательно сходится к некоторой предельной величине в данном случае это предельная величина как раз и есть сама вот самой y почему потому что y лежит в сигма алгебре порожденной объединением е в обычном случае он сходится к существует там обычно как формулируется что есть такая величина что это сходится к условному матожиданию относительно а здесь она уже там уже в этой сигма алгебре так что здесь есть такая сходимость ну замечательно но теперь давайте посмотрим что можно сказать относительно сигма алгебры ен и и случайной величины я утверждаю что это сигма алгебра и y не зависит они независимы почему они независимы но дело в том что y принадлежит f бесконечность которая вложена в f n плюс 1 в частности правильно ну вот значит y измеримо относительно вот такой сигма алгебры ен порождается первыми случайными величинами а это порождается всеми оставшимися поскольку мы предположили что величины независимы то эти две сигма алгебры независимы ну значит y и n независимы ну а в случае независимых в этом случае условное мат ожидания это просто мат ожидания y правильно ну и что же получается вообще от n оно не зависит получаем что y равно мат ожидания y а так как y это есть индикатор получаем что индикатор а равен p от а потому что мат ожидания индикатора это вероятность вот ну и такое может быть только если события имеют либо 0 вероятность либо единица следовательно все в порядке теорема доказана так что видите вообще в одну строчку доказательства вот это первое приложение сегодняшнее второе будет связано с так называемыми симметричными случайными величинами сейчас скажу почему предельная случайная величина будет y значит ну смотрите значит обычно что можно сказать вот в этом случае когда у нас есть условное мат ожидания в этом случае вот когда мартингал ливи в этом случае вот 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 это последовательное сходится к условному математическому ожиданию y относительно сигма алгебры которую можно назвать е бесконечность это сигма алгебра порожденная всей последовательностью так значит е бесконечность это сигма алгебра порожденная x1 x2 и так далее всей последовательностью ну так смотрите а в нашем случае y это случайная величина измеримая от f бесконечности относительно f бесконечности а f бесконечность часть этой сигма алгебры она входит в e бесконечности ну и все значит она уже измеримы относительно значит это условным отожидание есть она сама поэтому мы получаем то что нужно значит симметричные и случайные величины Значит, вот что у нас будет происходить. Значит, возьмем какое-нибудь измеримое пространство. Это будет пространство значений наших случайных элементов. И в качестве пространства Е с сигма-алгеброй Е возьмем вот что такое. Это прямое произведение счетного последовательности наших этих пространств. Значит, это будет прямое произведение ТТ по от единицы до бесконечности. Можно написать так, Т в n-ной степени, Е в n-ной степени. Вот так. Такое бы значение. Значит, пространство последовательностей элементами... Элементы в этой последовательности – это точки множества Т. Это пространство всех таких последовательностей. Дальше обозначим через G семейство подстановок. Значит, множество семейства подстановок, которые переставляют лишь конечное число элементов последовательности. Подстановки на N. Ну, лучше так сказать, да, лучше говорить об N. Вот, которые перемещают, вот как я сказал, лишь конечное число индексов. Ну, и пусть... Значит, если гамма – это такая подстановка, то через А гамма обозначается преобразование Е в Е, вот, которое переводит последовательность А гамма от х, значит, пусть х – это х1, х2 и так далее, вот переводит в последовательность х гамма от единицы, х гамма от двойки и так далее. Вот, то есть передвигаем в соответствии с этой подстановкой, перемещаем несколько элементов нашей последовательности. Их – конечное число. А начиная с некоторого места, естественно, у нас последовательность остаётся сама собой. Вот, значит, понятно, что это семейство можно рассматривать как группу, но я не уверен, что это нам понадобится в дальнейшем. Вот, потому что ясно, что каждое... Вот эти преобразования, ну, и подстановки тоже, они... Каждый раз – это объекция между соответствующими пространствами, так что есть и обратные, можно устраивать произведения, так что тут групповая структура есть, но нам она не нужна. Дальше. Значит, вот наша вероятность, на самом деле, в дальнейшем, вот это вот пространство Е – это будет наше, как бы, вероятностное пространство. Можно было бы назвать его омега и Ф, но... Ладно. Значит, вот вероятность П на... П – это вероятность на Е. Называется симметричной. Если вот П – А гамма минус 1, значит, это образ меры П под действием вот такого преобразования А гамма, дает нам П для любого А гамма, для любого гамма, для любого гамма из Ж. То есть, другими словами. Сейчас я объясню это, переведу на вероятностный язык, и станет, может быть, чуть более понятно. Это определение. Дальше. Продолжение определения. Значит, вот если мы возьмем Х, случайную величину на нашем пространстве, то есть, измеримое отображение из ЕЕ в, скажем, ВР1, Х – случайная величина на ЕЕ. Она называется симметричной. Так. Вот, если Х, ну вот, как это надо? Вот так напишем. А, гамма равно Х для всякого гамма из Ж. То есть, значит, вот у нас Е переходит в Е с помощью А гамма, а дальше идет Х. Ну вот, если такая композиция совпадает с Х-ом каждый раз, ну да, вот, то тогда все в порядке. Тогда он называется симметричной. Вот, хорошо. Ну, как можно еще сказать? Вот давайте обозначим через Х-энное – это координатное отображение. Координатное отображение. В данном случае что ж такое-то? Х-энное от Х – это Х-эн. То есть, это отображение из Е в Т. То есть, это будут случайные элементы со значениями в Т. Вот. Значит, ну, понятно, что по построению тут проблем с измеримостью не будет. Потому что мы взяли в качестве сигма-алгебры сигма-алгебру порожденную цилиндрами. Так что это как раз все в хорошем соответствии находится. Вот. То тогда, значит, смотрите, что можно сказать об этой последовательности? Ну, вот тот факт, что, значит, если... То тогда вот эта самая мера П – это будет распределение этой последовательности. Так ведь? Всякий раз, когда вы берете координатное отображение, и у вас есть мера, то вот эта мера вероятностная, она как раз есть распределение. Это понятно? Распределение... Последовательности. А, всей. Всей последовательности, да. Всей последовательности. Вот. Ну и тогда, в случае, если мера П симметрична, это означает следующее, что если вы возьмете конечномерное распределение этой последовательности, скажем, XT1, ну, лучше N1, да, XN1, XN2 и так далее, XNK, так? И если вы рассмотрите XM1, XM2 и так далее, XMK, то есть вы переставите, поменяете вот эти индексы на вот эти, то в силу симметрии меры соответствующие конечномерные распределения будут одинаковы. В частности, например, если я возьму распределение какого-то отрезка, когда индексы идут подряд и сдвину на единицу, то у меня все равно распределения будут сохраняться, и мы получим, что такая последовательность будет образовываться, будет еще и стационарно в узком смысле, если вам это что-то говорит. Нет? Непонятно? Ну, давайте сейчас я повторю. Так, на слух сложно, да? Да. Значит, если я рассмотрю X, скажем, там, N1, XN2 и так далее, X, NK, такой вектор и вот такой вектор, X, N1 плюс M, X, N2 плюс M и так далее, X, NK плюс M, так, то они равны по распределению всегда. Вот я, видите, сдвинул. А это и есть определение стационарности, потому что что это означает? Это означает, что X, N плюс M, вот такая последовательность, имеет такое же распределение, как последовательность X, N. А это и есть определение стационарности, что при сдвиге у нас мера сохраняется. Так что это просто частный случай. Ну, не то, что частный случай. Получается, что условия симметричности, конечно, гораздо более сильные, чем условия стационарности. Значит, типичный, точнее, важнейший пример симметричной меры – это ситуация, когда мера P – это и есть прямое произведение одной и той же меры, взятой множество раз. Это, скажем, Q на Q, на Q и так далее. Вот. Чему это соответствует? Вот этот факт соответствует тому, что вот эти координатные случайные величины X, N будут независимые, одинаково распределенные, и распределение X, K – это как раз Q. Так что вот независимые, одинаково распределенные величины – это один из важных случаев, когда соответствующая мера является симметричной. Ну, хорошо. Значит, упражнение в связи с этими определениями. Упражнение. Проверить, что X симметрично тогда и только тогда, когда X… А, я неизмеримо относительно… относительно сигма-алгебры… Давайте ее обозначим вот так. S, а S – это сигма-алгебра симметричных множеств. Значит, вот… Значит, мы говорим, естественно, что событие A симметрично, если его индикатор симметричная случайная величина. Значит, давайте где-нибудь здесь напишем. A симметрично, если индикатор A симметричная случайная величина. Так. Ну и S – это совокупность всех A, асимметрично. Вот упражнение номер один, вот тогда такое, что S – сигма-алгебра, А упражнение номер два – это вот это. X симметрично тогда и только тогда, когда X измеримо относительно этой сигма-алгебры. Вот. Хорошо. Так, теперь, что мне понадобится, еще понадобится? некоторое обозначение. Ну, вот так, как я уже раньше только что вводил. EN – это сигма-алгебра, порожденная X1, XN. Так. Ясно, что EN – возрастающие сигма-алгебры. И понятно, что сигма-алгебра, порожденная объединением EN по N – это E как раз. Дальше. Второе семейство сигма-алгебр – это сигма-алгебры F. N – бесконечность. Это сигма-алгебры, порожденные XN, XN плюс 1 и так далее до бесконечности. Ну, и сигма-алгебра F – бесконечность. Н – это пересечение. Значит, они убывают. Это тоже понятно. И пересечение обозначается F – бесконечность. FN – бесконечность. Первый факт, который мы докажем, и на этом остановимся, значит, такой. Можно назвать это LEMMA-1, если хотите. LEMMA-1 состоит в следующем, что сигма-алгебра F – бесконечность содержится в S. Вот эта сигма-алгебра F – бесконечность – это вот та сигма-алгебра хвостовая, в которой мы имели дело, когда говорили о законе нуля-единицы. Там много разных событий. Так вот, они все оказываются симметричными. – Звучит естественная. – Ну, интуитивная – это понятно, правда ведь. Потому что раз она хвостовая, она никаким образом не связана с тем, что происходит в начале, а тем самым должна быть симметричной. В смысле, содержать все множества, которые туда входят, должны быть симметричными. Ну, это действительно так. Давайте это докажем. Давайте это докажем. Доказательство несложное. На этом можно будет остановиться. Потому что дальше продолжать уже нет смысла. Значит, ну вот, пусть F – это индикатор события A. Событие A принадлежит и в бесконечность. Вот. Ну, и пусть гамма из G – это какая-то подстановка, которая переставляет лишь конечное число индексов. Ну, понятно, что так как F – бесконечность измерим, так, ну вот пусть, да, пусть N – это такой индекс, достаточно большой, естественно, такой, что вот начиная с этого индекса, гамма не затрагивает индексы N, N плюс 1 и так далее, они остаются на месте. То есть то, что гамма перемешивает, переставляет, это индексы, их конечное число, значит, такой N найдется. Вот. Но так как F – бесконечность измерима, а F – бесконечность, очевидно, а F – бесконечность вложена в F – N – бесконечность, так, то F – FN безмеримый. Значит, что это означает? Это означает, что F – вот, как тут написать, от A сигма до вот такая композиция равно F. Перестановка первых индексов не меняет величины F. Ну, а раз так, то мы видим, что F, оказывается, удовлетворяет вот тому условию, которое в определении симметричности. Какую бы подстановку не взять сигма, F от A сигма равно F, значит, стало быть, F симметрично. – А сигма или A? У нас сигма из G или гамма из G? – Нет. Это гамма, 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 гамма. Это гамма. А, гамма, естественно. А, гамма, а гамма. – Да, все, все, по-другому. – А можно вообще рассуждение? – Значит, ну, смотрите. Наша вот эта вот функция, она измерима относительно этой сигма алгебры. Эта сигма алгебра лежит в FN бесконечность для любого N. В частности, для того N, которое мы вот здесь выбрали и зафиксировали. Ну, значит, тогда F от A сигма равно F. Потому что асигма затрагивает только первый N минус 1, может затрагивать максимум первый N минус 1 координат. И не затрагивает всего остального. – Еще раз, чуть-чуть формальнее, как нужно произносить утверждение, потому что не затрагивает координаты N. – Гамма, гамма, гамма. – Ну, гамма, гамма. – Сейчас, что это… – Как сказать формально? – Как сказать формально? Ну, интуитивно понятно, правда ведь? Интуитивно понятно. А как сказать это формально, да? Хорошо. Значит, вот формально это можно сказать вот как. Это мне все равно понадобится в дальнейшем. Я сейчас сформулирую тоже некоторую лему. Значит, это будет лемма 2. Лемма 2. Значит, вот как. Значит, смотрите. Вот давайте… Я ее сформулирую в таких обычных вероятностных терминах. Ну, понятно, что это применимый в данном случае. Вот пусть у нас есть омега F, омега F, измеримое пространство. Значит, мера здесь нам не нужна. Измеримое пространство. Так. И предположим, что F, да, предположим, что у нас есть еще отображение из омега куда-то. Ну, скажем, там, я не знаю, какое там. Пусть F. Нет, F нехорошо. Пусть H. В какое-то измеримое пространство, скажем, там, АА. Измеримое отображение. И при этом сигма алгебра F такое, что F – это есть H в минус 1 от А. То есть это сигма алгебра всех прообразов множества из А при отображении H. Тогда, если Х – отображение из омега, ну, там, я не знаю, куда-нибудь сейчас, но нам достаточно в R1 взять. В R1, если это отображение F измерима, F измерима, то найдется, то существует такое отображение F, F из А в R1, такое, что наша функция Х равняется чему там? Фи от H. Сейчас я нарисую картинку, и вы поймете, что это имеет непосредственное отношение к нашей ситуации. Значит, смотрите, это очень важная лемма, она на самом деле использовалась и была вам дана в курсе теории вероятности, когда мы говорили об условных матожиданиях. Она нужна для того, чтобы определить вот такие символы, как условное матожидание, скажем, там, Х при условии У равно Т. Вот такие. Вот это как раз связано с этой леммой. Значит, вот у вас картинка. Вот у нас есть омега, есть отображение H в А, и есть Х. Нет, не Х, а… Значит, вот А. Значит, здесь у нас есть сигма-алгебра А, и здесь сигма-алгебра Ф, которая есть H минус первая от А. Она индуцирована этим отображением. Вот. Теперь у нас есть еще случайная величина на омега, Х в Р1, которая измерима относительно этой сигма-алгебры. Ну, вот тогда обязательно существует такое Фи в Р1, что Х равно вот Фи от Аж. Измеримость относительно индуцированной сигма-алгебры – это равносильно тому, что существует такое отображение. Понятно, что если это так, то действительно в этом случае Х будет измерима относительно этой сигма-алгебры. Это сразу проверяется. Оказывается, верное и обратное. Вот это очень важно. Так вот, смотрите, в данном случае это именно то самое. Смотрите. Значит, вот у нас есть отображение, которое сигма-алгебру оставляет на месте, вот эту сигма-алгебру ФН бесконечность. Ну и, значит, как тут сказать. А, значит, тот факт, что Ф измеримо относительно ФН бесконечность означает, что найдется отображение, которое вот… Ну вот, ладно, давайте я произнесу эти слова, наверное, потом. Уже все точно… Можно вот из этой леммы вывести формальное вот это выражение. Давайте это в следующий раз тогда я сделаю. Сейчас уже я не буду этим заниматься. На самом деле мы уже очень близко к тому, что нужно. Давайте сейчас все-таки остановимся. Продолжение следует...